Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Благослови, чтобы через эту церковь встали ученики, которых ты желаешь. Ты поставь всех верующих церковь скала, чтобы они стояли источником благословения. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Аминь. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Аминь. Девушки отдыхают. 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 Если у дерева имеются глубокие корни, тогда какие бы там буря не были, то не страшно этому дереву. Но если у растений нет глубоких корней, то если подходит и слабый ветер, это растение может упасть. По другому, силы Иисуса Христа ко мне не приходит. Но если у верующих людей не может упасть, то человек не может испытывать силу Божию. То есть, по-другому, сила Иисуса Христа ко мне не приходит. Как вчера говорил, то, что у меня внутри находится, это создает мое будущее. Давайте мы это повторим. То, что внутри меня находится, делает мое будущее. Так оно есть на самом деле, очень важно, что же у меня внутри имеется. То есть, имеющие внутри меня дают для меня пури. Когда я встречаюсь с братом Сергея, он говорит, только Христос. Я вначале не понял, что говорит. Он говорит, только Христос. Только Христос. А оказывается, это и есть дела. Но не только устами у нас должно это получаться только Христос. Если у нас это не получится, тогда подходит ветра, и мы просто улетим. Я открыл церковь уже 6 лет. Я открыл церковь уже 6 лет. А моя церковь там, где пасторство? Я открыл церковь, где пасторство. После того, как главный церковь прошло 2 года, в школе, там, где нет такого спокойствия. Потому что Садан постоянно действует так. Он говорит, постоянно колет Бог. Я, 일어나ся, ты говори. Быстро, быстро иди, говори. Он просто колет, толкает на мысли. У тебя же есть разные, там, робот недовольцы. Говори это, скажи все. Ну, Садана в этом действует. Наверное, у вас тоже такое было. В Сеуле, Сауле, Сауле. В общем, такие дела стали твориться. То есть, по-другому сказать, ветер по-другому. И вот эти верующие, как листья на деревьях, вдруг взяли все и упали. Вот так листья упали, вместе с ветром все их сдуло. И тогда я много нас осознал. Ну, тут что-то есть интерьер. Не должно быть так на самом деле. Как так на самом деле люди до такой степени не могут запросить? И вот никого было обвинять. На самом деле через это событие я посмотрел, увидел самого себя. Что же я делал до сих пор? Что-то я сделал неправильное. Всегда, когда возникает проблема, я посмотрю на себя самого. Что-то у меня было неправильное, что такое случилось. Когда приходит проблема, на самом деле должно так, чтобы ничего не поколебалось, а так этого не произошло. И через это, какое пришло ко мне сознание, у меня не получилось корня. Корня не было. Вот это очень важно. Если не укоренится, тогда не будет будущего. И поэтому я изменил направление в пасторстве. Я сделал так, чтобы получился укоренение. Если не укоренится, тогда в результате не испытывается сила Христа. Подумайте вы. У меня сейчас получилось это укоренение. Действительно, впустил ли я корень? Если я не упустил корень, мне быстро нужно изменить мои мысли. Сатана это очень хорошо знает. И он постоянно дотрагивается. И он приносит, дотрагивается, принося плотские что-то хорошие. Приносит что-то религиозное, мистическое. И он все это показывает, дает нам, для того чтобы мы не укоренились. Мы не укоренились. Если человек не укоренится, обязательно он будет корриваться. Амин. У нас в Корее есть такая тоже говорится. Им. 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 В общем-то там огловка есть, нам может стать ним, да? Родной может стать чужим. Нам, да. Что хочу сказать? В отношении супруга очень хорошо. И в отношении супруга должна быть корень. Вы являетесь вечным моим супругом. Вот такие глубокие отношения должны иметься и между супругами. Что бы ни случилось, я всегда буду иметь отношения вместе с вами. Что бы ни случилось, я вечно буду идти вместе с вами. Хоть будет и голод, или будут болезни. Даже если придут самые большие трудности, мы будем идти вместе с вами. Вот такой корень должен быть между супругами. Но этого не получается. Что бы немножко com expected ни что Бог на нам. Если приходит какие-то болезни, мы все расходятся. Это нельзя допустить. Это Бог нам ты не желает? Это не является истинной любовью. В этом доме есть птица, по-карейски луна. Птицы, когда они находят породы, они вместе живут вместе, как лебедь. И когда в Южной Корее тоже женятся, то им дают вот эту птицу. То есть как символ, чтобы они жили, как эти птицы, вечно вместе. Есть смысл в этом. То есть настолько, чтобы эти души были на веке вместе скреплены. Вы же тоже знаете, что когда женятся, то одевают друг другу кольца. Золотые кольца. Почему золотые дают кольца? Причина. Почему золотые дают? Ну, не жалеют. Не попсу. Окей. Потому что не изменяет цвет, золото не изменяет. А, что это? А, что это? А, что это? Да. А, что это? Не изменяйте. А, что это? Не изменяйте. Не изменяйте. Не изменяйте. А золото же считается менее изменяемым. Металл, чем его вытираешь, он больше трястит. То есть мы должны как золотое быть неизменными. Пока мы молодые, мы имеем такое сердце, и чтобы это сердце не изменялось. Мы не хотим. Во веки будем идти вместе. Вот несет такой смысл. Но люди одевают эти золотые кольца и все равно изменяются. А что это означает? Потому что неправильно на самом деле поступает. То есть по-другому сказать, они не пустили ко мне. Аллилуйя. 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 Я желаю, чтобы вы любили. Я желаю, чтобы истинно могли жертвой. Что такое супруги? Если не будут жертвой каждый со своей стороны, то улучшена любовь. Надо каждый, чтобы со своей стороны жертвой. Каждый должен любить. А муж должен знать, что же я должен знать, делать для жены. А жена, что же я должна сделать для мужа? Каждый раз, когда человек будет иметь такую душу, тогда любовь становится лучше. И становится более счастливым. И нельзя допустить, чтобы было только одностороннее. Такие чувства должны быть обоюдными. Вот это является очень важным. Благословляю, чтобы стать такими супругами. Пустить корни. Это очень важно. Я желаю, чтобы пустили корни Иисусом Христом. А это что означает? Пустили корни Иисусом Христом. Если сказать точно, то это означает о мысле и сердце душа человека. Филипп, это ged pressыми. Филипп и голос в себе. Позже где состоится? Лэн. Филипп и голос в себе. Это такую чувству. В голове. Авг qualquer мечты. Филипп и голос в себе. Поэтому, в знание или птице мысли裡 идут. Их был независимый делитель. По слышим местам и студ beceruts иезды-ienie, В мыслях, желаниях, по-другому сказать, чтобы он имел гормин заветом. Словом завета. То есть в моей мысли, в моей душе, чтобы было слово завета. И вот это должно быть у меня точным. Вот оттуда будет вытекать сила. И из-за этого будет выходить сила. А какое слово должно быть у меня? Слово завета. Слово в детстве 15 должно быть. Семя жены. Кто это семя жены? Иисус Христос. Если это сила, Иисус Христос, оно пребывает, оно должно быть у меня в мыслях и в желаниях. Иисус Христос. Иисус Христос. Иисус Христос. Чтобы Он всегда вместе со мной пребывал, ежедневно. И Иисус Христос, Ежедневно пребывает вместе со мной, он сокрушает Богу сатаны. Иисус Христос. И это слово, оно постоянно должно пребывать во мне. Вот это и есть смысл пустить корни. И вот это слово Божие постоянно должно употребляться на все места в детях у меня в семье. И это слово Божие должно внедряться и в моей работе постоянно. Это слово Божие должно притворяться и в школе, там где учатся учащиеся. Оно постоянно должно притворяться. И при любых обстоятельствах, какие бы ситуации ни происходили, я всегда должен держаться в семье жены. То есть это должно быть в мыслях моих и в душе моей. Вот это является силой. Отсюда вытекает сила. Отсюда сокрушается и сила тьмы. А сатана это очень хорошо. Когда этот человек попадет, он знает. Здесь-то говорят Аминь. А войдите в места действия. На самом деле, если человек действует на местах действия, и приходит в такой момент. И как же поступает тогда этот человек? И тогда у человека выходит то, что на самом деле имеется внутри него. Настроение, гордится, значит, впечатлений уже никакого нет. И что-то он делать не получается. Такие дела решают. А почему так получается? На самом деле я упустил слово Завета. Поэтому на самом деле я упустил слово Завета. То есть на местах действия, в моей жизни постоянно должно притворяться слово Завета. Аминь. Во-вторых, 3,614. Слов может быть, Е614. Моя жизнь, это жизнь, которая находится в корчене. Кто много корчен? Корчен символизирует Иисуса Христа. Моя жизнь, это жизнь, находящаяся в корчене, находящаяся в Иисусе Христе. И какие бы там, что бы мы, вековы там, сильные наводнения не были, и это не страшит для меня. Потому что я нахожусь в корчене. Вот вы едете на транспорте. А там с неба льет сильный дождь. Но все равно в этот транспорт вода не входит. Потому что вы находитесь внутри него. И поэтому, как бы ни сомнило, ветер не заходит. Вы находитесь внутри машины. То есть вот там можно говорить о корчене. Я верю, что моя жизнь и ваша жизнь находят в корчене. Это понятно. Поэтому это я не говорю. Я не говорю о здании таком, видимо. Вот это слово тоже должно быть в моих мыслях и в душе моей. И тогда я увижу, на самом деле это вот. Моя жизнь на самом деле такая. Что означает верить в Иисуса Христа, это и есть вот такая жизнь. И поэтому верующая жизнь это не так, что я пришел на богослужение, восхвалял, тут слушал слово и все. То есть что такое на самом деле верить в Иисуса Христа, это когда я вошел в корчене. То есть я вошел в Иисуса Христа. И вот так вот после моего потуха все землю покрылась водой. Всего в мире есть только сами живы те, которые пошли в корчак, но и его семья. То есть реальностью является на самом деле то, что я с вами не находимся в этом корче. И это послание не должно быть так услышанным и забытым быть. Это послание должно быть в моем сердце. В душе моей и мыслях моих. То есть в душе моей должно быть находиться. Это на порядке. Если все послание утвердилось во мне, упорядочилось таким образом, что для меня может стать проблемой? Тогда никакие проблемы не имеются, но ничего общего. Я нахожусь в корчении. И вся моя жизнь уже гарантирована. Поэтому по-другому мы говорим, моя жизнь получается. Я это осознаю и понял, что такое верить по Иисусу. Это когда жизнь моя просто получается. Попомните, вы сами постараться, чтобы ваша жизнь так блага получалась. У вас ничего не может получаться. У вас не получится. Я не смогу прожить сам свою собственную жизнь благополучно. Я не смогу прожить сам свою собственную жизнь благополучно. А у вас имеются дети. Вы сможете вырастить так, как вы хотите? Они не получатся. Сколько много проблем у детей? Я не смогу прожить таким образом, чтобы вы не сможете. Я не смогу своего ребенка сделать так, чтобы каким он должен быть по моему. Или у вас ваше мужик самостоятельно такими, какими вы желаете. Не получится. Не получится. Не получается. Как же сделать так, чтобы получалось? Где такая жизнь, чтобы получалось все? Нужно, чтобы их жизнь держал в своих руках Христос. Если Христос будет держать жизнь моих родственников, тогда Христос сам будет вести направлять их жизнь. Поэтому верующая жизнь – это невидимое. Это никогда я увидел, а потом это говорил. Это когда я сокровища имею внутри себя. Я в себе внутри имею огромное сокровище. Вот про это мы называем «тайной». Люди, которые не знают, они никогда и ни за что не смогут познать. А те, которые имеют, они знают об этом. Веряя в Иисуса Христа, нам эта тайна должна открыться. Это тайна, которую Бог мне дал только. Я держусь за эту тайну. Откуда вытекает, выходит эта тайна? И чем теснее становится связь, тем глубже становится эта тайна. Ты никогда не можешь это знать. Я только могу это знать. А чем тайна становится для меня глубже в познаниях, что тогда получается? Тогда дела притворяются. И вот у неверующих людей, если у них эта тайна какая-то становится глубже, они брата сочетаются с живым вместе. Представьте, вот эта девушка, она выходит замуж. Вот какой-то парень убил ее. И значит, когда она выходит замуж? Мы не знаем, когда она выходит замуж. Девушка это она знает, потому что у нее тайна эта. Библий, так главная эта тайна. И значит, она выходит замуж. Подобно этому. Тайна должна быть между Богом и Мною. Тайна в Богове вести. Что-то будет верить во Иисуса Христа на самом деле. Что такое верить во Иисуса Христа? А нужно быстро это понять. Верить в Иисуса Христа это не означает, что просто я стал ходить в церковь. Верить во Иисуса Христа. Это, когда слово завета в моей жизни пустило в руку в декольник. Вот это, это и тайна, я живу. И третье, что означает пустить глубокие корни. Это слово в Дие 12 глава с 1 по 4 сих. Кто я такой на самом деле? Кто я? Какая моя жизнь? Кто бы, чтобы не говорил про меня, но Бог меня избрал, чтобы я стал источником благословения. Наре чумбоге сарамуру 불�лёс습니다. Бог меня призвал быть благословенным человеком. Наро инейсо, наро инейсо, кармоний саркетчур. Через тебя оживёт весь род. Через тебя оживёт весь твой район. Я верю, что через меня оживёт саркетчур. Я являюсь тоннелью. Я тоннель благословений. Я являюсь ответом благословений. То есть я являюсь такой тоннелью, через меня, которого Бог действует. Харимия. Как это важно, на самом деле? Раньше я об этом не знала. Я не знала, на самом деле, какой я важный человек. Кроме дела, он вер pasa. Ну, потому что я узнала. Оказывается, я такой человек. Я как выгружу перед вами? Кто я? Продолжение следует... 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 Я буду говорить слово о молодежи, то есть чего же я должен подготовить, чего же я должен обрести, а весь мир он очень большой, а здесь место это очень маленькое, вот попробуйте приедьте в Сеул. Там все так устроено, можно сказать, все дороги они знают сердце желания человека, и вот так вот все так устроено, чтобы нам все это было по душе. Например, я люблю песни, ну песни, ну песни, ну песни, ну песни. Ну вот там куда-то, да, а там уже играть, такая песня, которую я люблю. Значит, я люблю какой-то цвет. Например, зеленый цвет мне нравится. И вот я вижу, что передо мной прямо эта зеленая цвета все устроено. Вот удивительно. То есть вот знает мою душу. Вот это является, весь мир так вот развит, да, что все по моей душе так мне нравится. Вот это является действительно силой. Вот это все я должен принять. То есть вы должны быстрее себя вырастить для того, чтобы не находились на одном месте. Вы себя выпустите. Аминь, аминь. Аминь. Вы должны пройти за границу и там спатьте одного и идете сюда. Аминь. И вот отсюда начинается развиваться личность. Юрий, кто вы? Кто вы? Кто вы? Мы с очень плавя с вами. Минь. Минь. Вы, благословенный человек. Аминь. И то, чтобы я думала, что у тебя еще шутка свежих ваше. Аминь. И там именно как раз. В частности мы не можем жениться с другими человеками. И нам по-у-у-у-у-унея как-то близко другом человеком. Я думала мысль только, что мы можем жениться с таким человеком из моего народа. О-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Кимчемом то есть там я, кемчем, кемчем. Это может быть даже души. У меня могли посещать только такие мысли. То есть свои мысли были узкие. Нужно расширить свои мысли. Это очень важно. Я вижу, есть смешные браки. Корейцы жениться на русских национальных. Вчера я пошел на рынок и видел, там тоже кариан тоже вышел с нами. Но дети выглядят не так прекрасно. Дети очень красивые получаются. Я посмотрел, очень удивился. Я смотрел, очень удивился. Когда жениться на русских национальных. Дети очень прекрасно рождается. Они, ну, во всем. Я посмотрел, что люди, которые не чувствуются. Они очень большие. Я посмотрел, что женщины, которые не чувствуются. Я посмотрел, что я поняла, что она немного поднялась. Я так плохо. Такой хуже. Я говорю, что они так желают. Дети очень страшно. Но вот она уже такая стройная. Но вот здесь я вижу, что донсия людей, когда они молодые, плохо так. Взятья женщин, они, когда самая женщина, вполнеют. Но когда я говорю, я так подумал, что женщина, как девушка, была такая стройная, такая оставалась бы с возраста. А я не могу быть ни одного. Поэтому это невозможно было бы устоять. Почему? Эта женщина неизвестна мне бы летала уже. Если она вас гордилась бы, да, я сам бы летала. Чтобы она не летала где-то, он могла бы наполнить. Чтобы она пришла с тебя. Чтобы она не свела нормальную семью. И что монару там шествовала. Почему она трезла после своих детей? Но я подумал, действительно, Бог строит ее. Я это понял. Бог, это может быть, да? А Бог с гордостью, монару может почувствовать прекрасную себя. Я тоже. Най-мон, может быть, да, он даже так можно. Но уже можно так раз помнить. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. На самом деле жизнь надо получать на нормальном состоянии. Но очень важно, чтобы наши мысли расширились. Но это очень важно, чтобы наши мысли расширились. Чтобы должны быть вешены. На самом деле это очень важно. Украинцев кожа хорошая. Украинцев кожа хорошая. Но есть причина. Украинцы очень много едят овощей. Овощи очень вкусные. И по всему миру сейчас имеется болезнь. Это ожирение. Это очень серьезная проблема. Ожирение. Как что предотвратить вот эту болезнь? И же правильно строится в диете. Если такие пищи только определенные части не понимают пищу, ограничивать, тогда эту болезнь можно не болеть. И исследовали медики. Это значит людям предоставили. Я посмотрела. Я посмотрела, значит. Это 전부 это 어떤 음식이냐? И значит какие пищи они оказывают на эту болезнь оширение? Украинцы очень вкусные. И это пища, которую больше всех любят люди. И это пища, которую больше всех любят люди. Это 이유가 되지 않습니까? Вот нам становится понятным. А вот те пищи, которую принимают... ... ...